В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Леся Харлина. Главная тема сегодня. Недетские игры. Подростки устроили стрельбу из пневматического оружия во дворе дома на улице Станкозаводской. Искоренить или узаконить очередных ночных бабочек задержали на месте работы. Дядя, огоньку не найдется. 90-летний ветеран Великой Отечественной войны до сих пор не дает спуску преступникам. Не знаю, что бы сказали на это психологи, но очевидно, что желание пострелять и сделать это именно в общественном месте принципиально разные вещи. В последнее время мало кто берет оружие и едет на ближайший пустырь. Все хотят превратить свою опасную затею в зрелище. Год назад в Петербурге школьник и студент расстреляли детскую площадку. Оба получили условные сроки. Буквально на днях пермские полицейские стали свидетелями вооруженного конфликта. Человек с ружьем тоже выбрал детский городок. И вот, пожалуйста, эта волна докатилась до Рязани. Подростки решили развлечься с пневматическим оружием во дворе дома номер 26 по улице Станкозаводской. Информация о бесшумной стрельбе во дворе дома номер 26 по улице Станкозаводской города Рязани появилась в социальных сетях вчера днем. По словам Рязанки, она заметила повреждения, как от пулик, на крыше беседки во дворе. Также местные жители слышали характерные глухие звуки, похожие на выстрелы пневматического оружия. Эти сведения взволновали неравнодушных граждан, и они поделились своими опасениями в социальных сетях. В интернете разместили даже фотографию окна, откуда на мгновение высунулся стрелок. Местный участковый опросил очевидцев, зафиксировал повреждения на крыше беседки и во дворе, и выяснил, что к происшествию могут быть причастны трое 17-летних жителей Рязанской области, которые снимают в этом доме квартиру на время учебы. Позже выяснил, что непосредственно стрелял 17-летний житель Шиловского района. По словам злоумышленника, недавно он приобрел у знакомого пневматическое ружье, и таким образом решил опробовать новую игрушку. Впрочем, его развлечение оказалось общественно опасным, и юридически квалифицируется как хулиганские действия, за которые грозит штраф в размере 40 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее профессиональное решение. Вот так развлекаются сегодня молодые люди, и, похоже, абсолютно не понимают, что их жестокие игры могут привести к человеческим жертвам. Такое чувство, что многие родители вообще не объясняют своим дерзким чадам, что такое ответственность и чем цена любая жизнь. Только не стоит забывать о существовании тюремных институтов. Там церемониться не будут. 19 сентября в силу вступили дополнения к закону, которые ужесточают правила розничной продажи алкогольной продукции в местах общепита. Заведениям, располагающимся в жилых домах, и без того в последнее время пришлось пересмотреть ассортимент, либо в срочном порядке поменять статус. 26 литров алкогольной продукции полицейские изъяли только в кафе у одного из домов на улице Гоголя. На все вопросы о лицензии и нарушениях стражи порядка услышали только шутки. Мол, приходите поработать, сами все узнаете. Конечно, персонал прекрасно осведомлен о нормах и правилах, но перечить хозяину никто не решается. Таких кафе по городу наберется немало, но, к счастью, многие жители решили не закрывать глаза на наличие магазинов и разливая к торгующих из-под полы. Теперь каждый сознательный гражданин может набрать номер горячей линии и сообщить адрес очередного некорректно работающего заведения. Но до Европы нам все равно далеко. Есть государства, где торговля алкоголем разрешена только в отдельных магазинах, часто отдаленных от жилых кварталов. Подобные ограничения действуют, например, в Финляндии. Там, как и во многих скандинавских странах, алкоголь можно купить только в государственных магазинах, которые не работают по воскресеньям и довольно рано закрываются по субботам. Кроме того, купить алкоголь крепостью свыше 22% там можно только с 20 лет, с 18 лет лишь вино, пиво и коктейли. Запрещено также продавать алкоголь нетрезвым покупателям, а в некоторых случаях данные покупателя спиртного заносятся в компьютер и поступают в полицию. На сегодняшний день в мире около 40 стран, в которых действует сухой закон. То есть мировая практика признает, что алкоголь вреден. А мы, как известно, своих врагов не боимся. Прежде чем перейти к другой насущной проблеме, хочу напомнить знаменитое послание немецкого врача Гитлеру. Обследуя угнанных из СССР в Германию девушек в возрасте 16-20 лет, он был потрясен тем, что 90% из них девственницы. И призвал фюрера немедленно начать мирные переговоры с нашей стороной. Он был уверен, невозможно победить народ с такой высокой нравственностью. Осталось ли что-нибудь от девичьей скромности и благоразумия сегодня? Некоторые выглядят так, что сразу и не поймешь, как себя вести. Вдруг это имидж такой? И надо сказать, что среди представительниц самой древнейшей уже не осталось сонечек мармеладовых, работающих, чтобы прокормить семью. Для большинства девочек это просто легкие деньги. Потому желающих выйти на панель с каждым годом становится больше. Они любят рассказывать о ребенке и родных, оставшихся в маленьком городке, которых нужно кормить. Но мы не в Москве. Эта легенда работает в больших городах, где легко затеряться. В таких, как наш, девушки порой совмещают возможность подработать с получением высшего образования. Сегодня девочек можно пригласить через сайты и газеты, поймать по дороге с работы и заказать, как горячую пиццу. Клиенты без церемоний, манер и уважения запихивают их в машины и так же, как котят, выбрасывают прямо на трассах. Что бы кто ни говорил, молодые путаны – неотъемлемая часть нашей культуры и даже повседневного быта. Заговаривая с любым мужчиной на тему доступных девушек, вы можете видеть их первую реакцию. Все они неизменно улыбаются. Все это, конечно, красиво, интересно и в некоторой степени загадочно, но в действительности несколько не так, как на картинках интернет-сайтов или в хороших книжках. На самом деле ночные бабочки выброшены за борт жизни. Мужчины используют их не только для удовольствия, но по большей части для заработка. Их судьба безразлична государству, а сами они превратились в сельско-городской люмпен. На днях так называемую мамочку задержали в Рязани. Подробности ее взаимоотношений с девочками по вызову мы не знаем, но род ее деятельности не вызывает сомнений. Женщина, предварительно договорившись с лицами мужского пола о месте встречи, привозила в указанное место лиц женского пола для оказания интимных услуг. За это она получала денежное вознаграждение, и впоследствии часть денежных средств отдавала лицам, которые оказывали интимные услуги. И все же легализация этого вида деятельности в нашей стране невозможна. С одной стороны, этого не позволит церковь, с другой – мощное лобби людей, занятых в этом бизнесе. В Германии 10 лет назад легализовали проституцию, и инициатива с треском провалилась. Не захотели местные сутенеры платить налоги, создавать условия для клиентов и обеспечивать права работниц. Проконтролировать исполнение закона тоже невозможно. Остается надеяться на то, что заложенная некогда предками нравственность все-таки однажды проснется. Хотя если на чистоту девушки, паразитирующие за счет богатых мужчин, ничуть не лучше тех, кто открыто говорит о своих намерениях, выходя на ту же обочину дороги или отправляясь по вызову в сауну. Все чаще в сводках новостей мелькают сообщения о нападении на пенсионеров. Бандиты без стыда и совести издеваются над стариками и часто забирают самое ценное – ордена и медали за участие в Великой Отечественной войне. Но есть среди ветеранов и такие, кто даже в свои 90-е даст фору любому хулигану. История о том, как заместитель председателя Совета ветеранов органов прокуратуры Рязанской области, полковник в отставке, старший советник юстиции Виталий Толстов проявил находчивость при задержании преступника, облетела все местные СМИ. Нашу съемочную группу он встречал дома. Грабитель, напавший на Виталия Сергеевича, не мог и подумать, что выбранная им жертва всю свою жизнь борется с изменниками, насильниками и матерыми бандитами. Тренировался еще на фашистах, гордо говорит Виталий Толстов. Я лично слышал Молотова все выступления, которые было в то время. Вот исторический мой факт. С уголовным кодексом он не расставался с тех пор, как в 55-м закончил военно-юридическую академию, ловил нарушителей закона во всех городах и весях. Ну что он говорил, вот когда уже там был. Ну спрашивал мою фамилию. А я говорю, что вам еще адрес сказать? Разве я найду ваш. Ваш, он типа угрозы уже такой бы, понимаете, прозвучало. Я говорю, вам не повезло. Вы нарвались на такого человека, что вам не добровали. 1 сентября Виталий Сергеевич, как обычно, поехал по своим делам. Вот так вы были одеты в тот день, да? Да, вот так. Вот я был одет. Ну вот, как-нибудь это бросалось кому-нибудь? Нет. Нет, ну, одет я прилично, конечно. Но этот же должен был соображать, что, ну, совсем. Может, другие люди совершенно. Но в тот день рельсовый автобус по случаю многочисленных линеек шел по другому расписанию. Примерно в начале восьмого вечера Виталию Толстову пришлось выйти на остановки Дом художника, чтобы пересесть на другой транспорт. На его счастье ожидающих было довольно много. Сижу. Ко мне подходит, садится один мужчина. Ну, подвыпившим немножко. Ну и он что, говорит, в грубой форме? Дай закурить. Ну, я объявляю ему, что мне 90 лет. Очень важный момент, в какой это я скажу вам момент. Некоторые в конце хотят? Нет. В этом суть. И я не курю, вам не советую курить, и это опасно для здоровья. Вот такой прям был. Друг, он снова повторяет слово. Дай закурить. В грубой форме. Я встаю, понял, что от него нужно уйти. Он, ну, в силу обстоятельств этих, опасный человек. Как только я встал, он мгновенно набросился на меня, схватил меня двумя руками. Я не могу шевельнуться. Здорово. 57 лет ему, как оказалось. И он шарит вот своими руками по моему телу. Потом-то я догадался, в чем суть. В это время я вынужден обратиться к населению, которое стоит на остановке. Граждане, помогите мне освободиться. Женщины быстро подбежали сюда. Одна увидела даже, что мое удостоверение уже валяется. Участника войны. Уже через секунду Виталий Толстов увидел свой кошелек в руках грабителя. Но больше всего его расстроил тот факт, что свидетели происшествия спокойно посоветовали ему ретироваться, пока нападавший снова не ринулся в атаку. Ну, давай так, садись в троллейбус и быстрее домой езжай. Это вот такое ко мне обращение этих мужчин. Ну, естественно, я же прокурорский работник, понял, что этот человек в силу того, что он действовал, это очень опасный матерый преступник. Он шарит, и значит, это его уже методика преступления, вы понимаете? На удачу ветерана Великой Отечественной войны на той же остановке он увидел человека в камуфляжной форме. Именно к нему обратился Виталий Сергеевич с просьбой помочь скрутить дебошира и доставить куда следует. Под зорким присмотром полковника в отставке хулигана привели в комендатуру, а потом вызвали наряд полиции. В момент этого грубого ограбления, признается Виталий Сергеевич, он и не вспомнил, что, несмотря на боевой дух, все-таки является инвалидом второй группы и находится под постоянным контролем врачей, поскольку носит кардиостимулятор. У меня не меньше сил. Не меньше? Нет. Я объясню, почему. Потому что всю жизнь я занимался спортом, активной жизненной позицией. Поэтому рыбак, поэтому, понимаете, вот огород у меня сейчас, я сам все там выращиваю, сам это изобретаю. Расстраивает известного на всю округу ветерана только одно – не оставил своих координат его добровольный помощник. А своим сверстникам Виталий Сергеевич советует, несмотря ни на что, бороться за свою жизнь и репутацию. Фашистов поставили на место, а уж с местными хулиганами справимся. И напоследок парадокс. Именно во всемирный день отказа от автомобилей в столице зафиксирован самый напряженный трафик за месяц. В акции под названием «Город. Пространство для людей. Пространство для жизни» приняли участие несколько тысяч человек. Зато все остальные только на это рассчитывали, но, вопреки ожиданиям, вместо поездки с ветерком простояли в душных пробках. Поздновато нам отказываться от железных коней привыкли возить свою персону с комфортом. Никто не ожидал в этот день увидеть пустые улицы. Присоединение к акции – дело сугубо добровольное. Но даже если небольшое количество автолюбителей 22 сентября сделали свой выбор – в пользу велосипедов, прогулок пешком, общественного транспорта или просто спланировали свою жизнь в этот день так, чтобы не загрязнять атмосферу города выхлопными газами – это уже маленькая победа. Это все, о чем мы хотели рассказать сегодня. Если у вас есть интересные темы для будущих эфиров, звоните к нам в редакцию. Напоминаю, телефоны 720020 и 720021. Всю телевизионную продукцию телекомпании вы найдете на сайте город62.тв. Я, как всегда, желаю вам удачи и прощаюсь до новой встречи ровно через неделю. Надеюсь, по разной стороны экрана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова